И когда мы увидим у других проявления, то нас это сильно удивляет. Мы думаем, о господи, что же такое проявилось у близкого человека. А мы такие же. Вот что-то правдое. Смотрите, три категории людей есть. Невежественные люди вообще не считают, что у них есть недостатки. Они считают, что они вообще просто... Нет недостатков, вообще никакие. Это невежество. Слаборасвитая жизнь в человеческом деле. Страстные люди видят свои недостатки только тогда, когда припирают. Допустим, пора надо садиться в тюрьму. Если не скажешь, значит дадут срок. Раз припирал, сказал искренне о своих недостатках. Раскаялся. Благостные люди начинают потихоньку видеть свои недостатки. В Багалдите есть такие две главы. Божественные и демонические натуры. И божественные натуры перечисляются в качестве божественных людей, направленные к Богу. А демонические натуры объясняются качеством людей, которые против Бога в своем сердце стоят. Хотя, может быть, сами об этом и не знают. И я много раз видел одну и ту же картину. Человек читает божественную натуру и говорит, о, это про меня. Потом читает демоническую... О, это про моего мужа. Проходит время, человек начинает работать над собой. И потом противоположная ситуация возникает. Он читает демонические натуры и говорит, о, это про меня. Потом читает божественные и говорит, вот я много вот этого в своем мужу начала замечать. Понимаете, все наоборот. Человек в страсти, он видит себя лучше других, а человек в благости видит других лучше себя. Но вы не представляете, как видит мир человек, который обладает святостью. Он видит в себе только лишь одни недостатки. А в других хочет видеть и видит только хорошее. Так нацелен человек в святости. И вот эта психология, типа, уважай себя, и ты будешь счастлив. Уважать себя может только тот, кто видит правду в себе. Это будет настоящее уважение. Если ты сам себя обманываешь, это не уважение в себе. Уважение в себе, настоящее чувство радости по отношению к себе возникает, если ты сам с тобой разобрался. Вот тогда ты себя будешь уважать. Но если ты не видишь правду по отношению к себе, не чувствуешь ее, ты всегда будешь в беспокойстве жить. Потому что правда такова, что у нас здесь много грязи, мои хорошие. В этом правда заключается. И также правда заключается в том, что другие люди имеют много чистоты. И надо это учиться видеть. В этом тоже правда. И мы должны к этой правде очень сильно стремиться. Если не было этого делать, жизнь несчастья никакого не будет. А еще вы очень верный человек. Скромный и верный. Зачем при всех? Вот такой я глупый человек. При всех не говорю. Простите меня. Потому что я не обладаю такими же качествами. К сожалению. Следующее дальше. Опять идите. Нет такого крепкого и здорового тела, которое никогда бы не болело. Нет таких богатств, которые не пропали бы. Нет такой высокой власти, под которую не подкапывались бы. Все это тленно и скоро приходящее. И человек, положивший жизнь свою, только на это всегда будет жив беспокойствие, страхи, огорчения и страдания. Представляете, вывод такой четкий и однозначный. Он тогда не достигнет того, чего желает, и впадет в то самое, чего хочет избегнуть. Представляете? За что поролся, на то и напоролся. Смотрите, как интересно работает все в этом мире. Человек, который очень сильно хочет денег, попадает в бедность в результате. По факту, богатый человек – это тот, который способен отстраниться от денег. И способен тогда их использовать в правильном сознании, потому что он трезво к ним, спокойно относится. Он взвешивает свои чувства по отношению к деньгам. Если человек сильно хочет денег, то он попадает в иллюзию. Неправильный мир распоряжается. И до свидания, богатство. Девушка, которая хочет выйти замуж, она должна балансировать между своим желанием и поведением. Она должна делать прямо противоположные чувства в сердце вырабатывания. Допустим, молодой человек попался какой-то на удочку, клюнул. Начал смотреть. Что нужно делать, чтобы он взял замуж? Девушки знают. Что нужно делать? Противиться. Не, ей не надо противиться. Зачем противиться? Надо противиться. Надо делать вид, что тебе спокойно. Ты, как бы, не сильно реагируешь на это все. Спокойно относится к тому, что он смотрит. Можешь иногда улыбнуться. То есть, немножечко наживку усилить, чтобы пошел запах от червячка. Улыбнуться и делать вид, что вообще никак не реагирует. Что дальше с ним будет происходить? Его укрепленность будет накаляться от этого. Если скажет, можно с вами встретиться? Надо сказать ему. Девушки думают. Можно, 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 можно. Нет, надо сказать, я подумаю. И думать недельку. И зачем это надо? Это надо, чтобы чувство человека крепло. И чтобы он всю жизнь его вспоминал потом. Но видите, девушкам очень трудно это делать. Почему? Потому что хочется быстрее. Видите, когда девушка молится, и она живет в святости, живет в отношениях со святостью, у нее сердце сильное. И она себя ставит правильно в отношениях с тем, кто о ней заботится, ухаживает. В результате он добивается ее, добивается и чувствует, что, наверное, я на ней женюсь. Сначала он не для этого добивается. Просто хочет наслаждаться. Но потом, когда он видит, что она такая, как бы, непобедимая, он думает, наверное, вот эта девушка должна стать моей женой. Симона, девушка моей мечты, королева красоты. Королева означает вот такая вот девушка. И которая прыгает в постель сразу. Это не королева. Королева это неприступная. Видите, если ты хочешь победить судьбу, делай прямо противоположное. Он никогда не достигнет того, чего и желает, и впадет в то самое, чего хочет истекнуть. Если девушка сильно хочет замуж, это желание сильнее ее воли, она останется одна. Человек, у которого деньги, желание денег сильнее воли, он никогда не будет бизнесменом. Понимаете, если желание запомнить даже материал сильнее твоей воли, то в результате ты ничего не будешь запоминать. Ты будешь считать пять раз, а у тебя не будет все вылетать. Надо успокоить ум. А успокоить им можно только с помощью духовной жизни. Поэтому, когда человек о святости, о чистоте думает, его сердце успокаивается, и он смотрит на судьбу уже спокойнее. А я иначе, у меня такого больше не встретится, парни, у такого никогда не встретится. Спокойно надо молиться. Спокойно. Полилась, успокоилась. И ведем себя правильно. Понятно, система? Одна только душа человеческая безопаснее всякой неприступной крепости. Почему же мы всячески стараемся ослабить эту нашу естественную твердыню? Почему занимаемся всякими вещами, которые не могут доставить нам душевной радости? И не заботимся о том, что одно только и может дать покой нашей душе. Почему мы целый день думаем только о том, чтобы заработать деньги, чтобы все эти вот дела вокруг себя делать? Хотя эти все дела и зависят от нашей молитвы, по факту. Есть преддействие, есть действие. Когда человек преддействие, с силой обладает, он побеждает. У меня как-то познакомили с одним боксером. Он много лет был чемпионом мира. Такой здоровый, двухметровый человек такой. Красивый, сильный, смелый. И он, мы с ним начали разговаривать, и как бы он узнал, чем я занимаюсь, он говорит, ну, это, говорит, астрология, я с этим сталкивался. Мне говорит, один астролог, у меня был бой в Америке, и мне один астролог предсказал, что ты его проиграешь. У тебя вот этот пик судьбы, кульминация судьбы. И вам тебе лучше отказаться от этого боя, от этого преддинка. И он уже не мог отказаться, потому что много уже денег туда вложено было, и все это было намечено. Это такой международный уровень мероприятия. Он не мог такие решения принимать. Он очень сильно зависел от ситуации, в которой он был. И дальше интересные вещи начали происходить. Этот человек и не молится, и не знает, отношения с Богом как-то, может быть, сильное, близкое, не строит. Но интересные вещи, он начал бой этот проигрывать в своем сердце. Он начал сражаться, сражение за много месяцев до того, как оно произошло. Понимаете, о чем я говорю? И в какой-то момент в своем сердце он одержал победу. То есть сначала первое, что произошло, он понял, что астролог раз, что победить очень трудно. Его сердце, оно чувствовало, сжималось, оно чувствовало, что очень трудно. Но он продолжал сражаться. Он боролся до того момента, как этот поединок произошел. Он сражался, он бился, он защищал свою судьбу. И что дальше произошло? В какой-то момент он почувствовал победы. До того, как началось сражение. И когда сражение произошло, произошло точно так же на грубом плане, как было на том грубом плане. Вот точно так же все произошло, и он победил. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Нет, это не мечта. Мечта – это, чтобы все само пришло наблюдать. Мечта – это означает, что я уже победил в целом. Я смотрю на себя, как мне вешают медали, я стою на федестале. А чего это? Мечта вот этого. А сражение за свою жизнь – это не мечта, это труд души и сердца. Серьезный труд. Понимаете? Что такое мечта? Это я, когда мягкий, пушистый, сразу. А труд – это я скользкий и вонючий. Понимаете, постепенно становлюсь мягким, пушистым в результате труда. Чувствуете разницу, нет? Немножко надо начать трудиться. Трудиться надо начать, иначе так мечта, и вся жизнь не пройдет. Папочка, прохладь, где-нибудь сердце. Надо трудиться над своей жизнью. Потому что иногда такие события происходят, которые мечту просто вот так кореруют. Когда не знаешь, что с ними делать, с этими событиями. А о них можно было победить душевным трудом. Потому что любое событие сначала на тонком плане возникает, а потом на грубом. Я вам это говорю, потому что уже много раз в твоей жизни происходило в меня. Всегда, когда злонейшие какие-то вещи происходят в твоей судьбе, у тебя еще есть время на молитву. Бог оставляет время еще чуть-чуть. На молитву, на борьбу, чтобы победить в сердце своем. Когда в сердце подбеждаешь, это все отодвигается от тебя потом. Это удивительно видеть и знать. Это чудо, когда так происходит. Одна только душа человеческая безопаснее всякой неприступной крепости. Почему же мы всячески ослабляем эту нашу естественную твердвину? Почему занимаемся всякими вещами, которые не могут душе радости доставить? О чем угодно заботимся. Но только не можем дать покоя своей душе. Мы забываем, что если совесть наша чиста, то никто не может нам навредить. И что только от нашего неразумения и желания обладать внешними пустяками происходят все страдания и вся вражда и ссоры в нашей жизни. Понимаете? Поменяли ценность истинную совесть на что-то внешнее. Марк Аврелий. Если твое самолюбие страдает при воспоминании о том, что в былое время ты пренебрегал мудростью, не жил, как живут мудрецы, и едва ли стяжаешь себе славу мудреца, то не тужи об этом. Если ты не прославил, что мудреца, то тем лучше. Будь доволен, если можешь теперь, прямо сейчас же, начать жить так, как требует твоя совесть. Прямо сейчас. Не завтра утром, а сегодня вечером. Прямо после лекции. Я про себя сейчас говорю. Про себя. Следующая тема счастья. Про совесть есть какие-то вопросы? Что такое совесть, как она действует? Может, что-то непонятно. Бывает ситуация, когда тебе надо по совести поступить или выполнять свой долг. Как поступать? Нужен наставленный. То, что вы говорите, это означает, что есть разные виды долга. Один бывает выше долг, а другой ниже. Приведу вам пример, допустим. Я вам крайний пример привожу. Бывает такая ситуация, что у правителя выбор или пощадить человека какого-то одного, и тогда пострадает целое село, допустим. Или наказать его, и тогда село останется живым. Но все будет хорошо. Видите, первый долг правителя – это защищать каждого гражданина. Но если этот гражданин виновен, допустим, и наказание его отрезвит целый населенный пункт, то тогда надо наказывать. Понимаете, есть разные уровни, разные виды поступков, которые человек должен совершать. И сам человек, особенно когда он находится под влиянием событий, не может это понять. Вот, допустим, я вам сейчас это говорю, если я под влияние событий попаду, я пойду сразу к старшему советоваться с ним, потому что я сам под влиянием событий, хоть я это изучаю, не смогу понять, как правильно поступать. Понимаете, невозможно разобраться, где важнее, какой долг важнее, вот этот или этот. Невозможно. Нужно разбирать ситуацию конкретную и принимать в конкретном случае конкретное решение. Вот, допустим, ко мне пришла одна девушка, она беременная, и у нее ребенок без головного мозга развивается, без коры головного мозга. Это означает, что он родится психически больным, недоразвитым человеком. И ей предлагают сделать аборт. А она молится и знает, что аборт делает вредным. Какой совет я ей должен дать? Ну, давайте. Как совесть моя должна сказать? Как моя совесть ей сказала? А? Дать жизнь ребенку. И мучиться всю жизнь ей, да? Нет, ну, представьте, она должна, я ей даю совет всю жизнь, страдать рядом с ребенком, который будет, может, вообще не разовьется никогда. Такой совет я ей дал. Я ей сказал совет такой, пожалуйста, не спрашивайте меня об этом. Я не могу вам ничего сказать. Поэтому я не могу сделать правильное решение. Это не в моих силах. Вам придется сделать его самой или спросить у кого-то другого, кто способен правильное решение принять в этой ситуации. Я не знаю, как понять, искать. Может быть, вы и правы, но также грех человеку, человека обрекать на невыносимые страдания, если он к этому не готов. То есть Господь посылает? Это факт. Но я не Господь. Я не должен человека заставлять делать то, чему он еще не готов. Потому что, если он был готов, она бы не спрашивала меня. Если она спросила, значит, она не готова. Она хочет перенести эту ответственность, которую ей придет самой принять в жизни на кого-то другого. Потом всю жизнь она будет говорить, «Али Геннадьевич, зачем ты мне этого советовал?» Понимаете, о чем я говорю сейчас? Не во всех случаях можно сразу принять решение. Иногда бывает вот так. Совесть здесь своя не сработает. Еще раз повторяю, что обычные люди не способны слышать свою совесть. Нужен старший. Есть только развитые люди, которые способны слышать совесть, потому что они не реагируют на события, их разум невозбудим. Они никогда не поддаются влиянию эмоций под влиянием событий. Даже если угрожают их жизни, они всегда на них спокойно относятся, потому что они знают, что они вечные. Но я не отношусь к этой категории, вот я про себя говорю. Поэтому я спрашиваю старших всегда. Советы беру. Спрашиваю, когда мне трудно. Когда разум начинает вести в сторону, я начинаю спрашивать старших, что делать. Нельзя заботиться одинаково одновременно и о душе своей, и о мирских благах. Если хочешь мирских благ, откажись от души. Если хочешь упереть душу, откажись от мирских благ. Иначе ты будешь постоянно раздваиваться и не получишь ни того, ни другого. Сейчас объясню, как это понимать. Когда ты чем-нибудь минским стревожен или расстроен, то вспомни, что тебе придется умереть, то есть оставить тело. И тогда-то, что тебе раньше казалось важным, несчастьем и волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожной, пустяковой неприятностью, о которой не стоит и беспокоиться. То есть откажись. Что значит думать о душе? Это значит себя отрезвлять. Понимаете, некоторые люди берут ипотеку на 15 лет. А ты 15 лет проживешь, чтобы ипотеку на 15 лет брать. То есть ты на 15 лет отдаешь себя в рабство. Тебе надо работать на этот банк, который дал тебе деньги 15 лет своей жизни. Может быть, это не стоит, это вот квартира, где ты будешь на диванчике лежать, хорошо. Когда ты там лежать будешь на диванчике, если тебе 15 лет пахать придется? А? Другого выбора нет. Другого выбора нет. Это ошибка. Всегда есть другой выбор. Жить негде. Жить негде такого не бывает. Ну как не бывает? Вы же где-то живете в это время? Как не бывает? Ну нормально, я тоже так живу, ничего страшного. Видите, я не умер. Через 15 лет эта квартира будет твоей. Это интересная мысль. Хорошо, давайте проведем статистику. А скажите, у кого квартира, его не стало в результате ипотеки, а получилось все наоборот. Здесь такие люди сидят, нет? Вот, пожалуйста, смотрите в зал. Есть люди, которые пострадали от ипотеки. А есть люди, которые не пострадали. И эти люди, это я. А вы выплатили? А? Что? Этот вопрос остро стоит. Остро вам отвечает. Если вопрос остро стоит, остро отвечает. Вы можете взять за него денег, которые можно отдать легко и быстро. Если это действительно нужно сейчас. Обычно это редко встречается в жизни человека, что ему надо занимать срочные деньги. Редко, но иногда бывает. И когда человеку легко может отдать за короткое время, можно брать за него. Сколько вам надо будет выплачивать в месяц? 15 тысяч рублей. А как вы думаете, может так случиться в вашей жизни, что и вы, и ваш муж не смогут работать? И как вы будете выплачивать? Вы не хотите ее брать? А что хотите тогда? Где жить? Вы сейчас на улице живете? Которую надо съезжать. Но съездите в другую квартиру. Но я так живу. У меня нет своей квартиры. Я живу просто на съемке. И меня выгнали недавно с квартиры. Меня выгнали с квартиры. И я переехал в дом. Сдавал один дагестанец. А так как у меня, у жены, очень чувствительные ушки, она хочет жить так, чтобы не было никаких звуков. Она очень сильно строгает от звуков. Но дагестанец сказал, хоть у нас есть комната сверху, мы туда не будем приезжать. Живите спокойно здесь, в нашей доме. Я вам его даю. И через неделю они туда приехали. У нас так получилось, понимаешь? Ну что делать? Ну, и начали там потолок очень тонкий, начали топать там, стучать, бегать. Вот. И нам пришлось съехать с этой квартиры. Бог дал другое место. Ничего, нормально живем. Черт, не проблема. Вот. Ваше тело, в котором вы живете, это тоже квартира. И вам с нее тоже придется съехать. Потому что эту квартиру вы взяли в аренду. Вам кажется, что вы не вечно будете жить. В этом заключается иллюзия. Поэтому не беспокойтесь, спокойно живите. Я вам точно могу сказать, что все будет хорошо с вашим жильем. Если вы возьмете ипотеку, будете хлебать на соломо. Если не возьмете ипотеку, то я вижу по вашей судьбе, через пять лет у вас будет свое жилье. А сейчас я для вашего удовлетворения приведу вам статистику. Смотрите. Поднимите руку сейчас в зале те... Сейчас какая-нибудь поднимает. Послушайте меня. Поднимите руку в зале те... Дети, поднимай, это же сразу. Поднимите руку те, кто получил жилье... Смотрите, внимательно слушайте меня. Просто по судьбе. Вот пришло время и пришло жилье. Само собой как... Погодите, не поднимайте. Я все объясню сначала. Само собой пришло. Без чрезмерных усилий. Мы попу не надрывали. Просто жили спокойно, откладывали раз. И по судьбе просто само собой пришло жилье. Поднимите руку. Смотрите в зал. Теперь поднимите руку, кто из вас через ипотеку или через верные усилия, через того, что трудился очень тяжело и смог получить жилье. Поднимите руку. Смотрите в зал. Чувствуете разницу, нет? Вы поняли, что не надо попурвать? Что все приходит по судьбе само собой. Статистика как бы вам показала. В 10 раз больше людей получили просто по судьбе само собой жилье. Когда пришло время? Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну вы как, в следствии, что деньги получаете? Все же вы не можете себе купить квартиру. Знаете, я вам честно скажу. Потому что мне мочится, чтобы эти деньги пошли на что-то важное. Я не вижу, что мое жилье играет в чем-то сильно важным. Когда я увижу, что-то ценное в своей жизни на эти деньги происходит, в мое сердце в тысячу раз больше радуется, чем если бы я их вложил в свое жилье и ходил, как тарантул в этой квартире. Понимаете? Спасибо вам за вашу искренность. Тема больная. Хочется жить получше, но искусственно это не достигается. Приходит время, и Бог дает возможность. Вот знаете, как мне Бог дал? Когда у меня была сумма, чтобы построить себе дом, у меня был выбор, или вложить в благое дело эти деньги, или строиться. Я поскрепил зубами, у меня была мечта, всегда дом все построили. Поскрепил зубами, вложил в благое дело. Знаете, что дальше произошло? Я вам сейчас по секрету скажу. Только для вас. Все остальные уши затыкают. А дальше произошло следующее. В моем сердце Господь так сильно обрадовался, что у меня пропало желание думать о своем жилье. Просто пропало. Мне хорошо там, где я живу. И знаете, что дальше? Господь начал делать со мной удивительные вещи. Он начал посылать таких хозяев, которые говорят, живите у меня, пожалуйста, никуда не съезжайте. Ну, за исключением вот этого хорошего человека. Ну, это было всего два месяца где-то, и все. А с такими временем, вот посылать таких людей, которые говорят, живите у нас, пожалуйста, мы вас так любим, так хотим, чтобы вы были у нас. Живите, пожалуйста, оставайтесь здесь. Понимаете, с любовью, с радостью. Люди такие, Бог таких людей начал давать. Мы там, как знаете, как в мездыш не попадаем, в это же где-то с женой. И так хорошо там жить. В этом месте, где люди с любовью тебе дают возможность пожить. Понимаете? Вот так Бог может заботиться о человеке, если он ему что-то отдал в своей жизни. Вы для Бога что-то отдали? Надо что-то иметь, да? Сейчас я вам кое-что объясню, мои хорошие. Смотрите, все очень просто. Ничего, что я так назвал вашей женой? Все нормально? Я как отец. Итак, смотрите, все очень просто. Вы просто Богу помолитесь. Ему ведь не нужны ваши деньги там. Нужно сердце просто. Надо просто помолиться Богу. И вы тогда получите в тысячу раз больше от него. Но когда придет пение, то он сам пишет. Вы ему условия не ставьте. Я помолилась, как бы деньги заплачены. Где услуги? Просто помолитесь и все. Просто так. И вы увидите, что вы под Богом начнете жить. Под Богом жить означает, пропадет вот это жгучище чувство. Ну что, слушайте, ну что, слушайте. Ну что, это знаете, как в туалет бежишь и не можешь прибежать. Потому что до туалета 15 лет. И это не выход вот такой вот. 15 лет ждать, понимаете? Да пока, конечно. Это сложно. Лучше помолитесь Богу, и Он вас отпустит. У вас сердце спокойно станет. И вы будете, опа, я живу не в своем жилье. И никому 15 лет не прочу. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Бог вам такое чувство дать. И вы будете счастливы, что вы смогли 15 лет на эту кабалу себя не запрягать, а просто жить ненормально в чужом жилье без всяких проблем. Не понимаете, о чём я говорю? А? Вот, я сейчас объясню кому-то платить. Вы просто, вы просто скажите этому человеку, которому платят жилье, скажите, спасибо вам за то, что вы нам дали возможность здесь пожить. Вот вам денежка за это. Спасибо. И мы вам очень благодарны. И он вам скажет. Живите у меня тут! Я вам покрала! И благословит вас таким образом. И вы там будете. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Знаете, вам будет хорошо. Потому что вам отдаст Бог вот это вот за вашу щедрость. Не за скупость, а за щедрость. Вам отдаст, подарит вам вот это чувство радости жить в чужом месте. Люди думают, что они реально приобретают жилье. Человек не может приобрести жилье. Потому что мы чуть-чуть поживем в нем, потом кто-то другой будет там жить. Это мы не можем навсегда себе домик купить. Это время не все, понимаете? Человек зашел в трамвай, он сел на какое-то место и пошел приедет покупать. Потом туда сел кто-то другой. Он подходит и говорит, слушай, это мое место. Что значит твое место? Ты что, его купил, что ли? Это вообще просто там тысяча человек до тебя сидело, а тысяча после тебя будет сидеть. А иногда люди стоят и ждут, когда освободит место. Мое. Там еще не сидел. Запланировал. Представляете, сколько страданий? Он сел на мое место или ждать, когда освободит? Это же страшно. Легче просто стоять. Научиться стоять. Такнуть выгодно и сказать себе, а мне... А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы, волка и сову. Понимаете, о чем я говорю? Надо вдохнуть и выдохнуть. Вот я вчера полвекции хотел писать очень сильно. И потом, когда консультация вышла, я всем сказал, подождите, минутку сейчас. Минутку сейчас. Я побежал. У меня было два варианта. Или при всех побежать писать в лекции, или просто принять секунду. Я принял, знаете, я забыл об этом. Забыл просто. Реально забыл. Я вам желаю забыть об этом. Забыть. И Бог легче вам даст живее. Спокойнее, легче. Когда человек успокаивается, ему легче уже. Это чувство, желание, сразу вот это вот счастье, оно возникает, когда мужчина и женщина вместе сходятся. Когда женщина одна живет, мужчина одна живет. Есть жилье? Нет жилья. Ну, ладно. Живем, живем. Когда они вместе сходятся и начинают наслаждаться друг другом, тогда появляется это жгучее желание иметь свое жилье. Оно возникает просто из желания наслаждаться. Я уже замужем. Я уже, у меня все хорошо. Почему у меня жилья? Понимаете, вот это чувство? Хочу восстаться больше. Это страшная вещь. Ну, мы же жили по-одиночке без жилья и не парились. Можно вдвоем жить без жилья и не париться. Он скажет, что тогда не будет жилья никогда, Легина Ильич. Нет, вы ошибаетесь. Когда человек не парится, вот тогда у него жилье точно будет. Потому что он спокойно к этому отношу, он спокойно откладывает потихоньку. Нет проблем. Откладывал, откладывал, раз комнату себе купил. Потом раз ее как-то обменял, пришло время. Потом еще раз обменял. Потом еще раз обменял. Это у меня так получилось. У меня в Самаре была комнатка. Потом она обменялась на другую комнатку получше. Потом, помолился Богу, вложил деньги в Толяк и фирму в одну. И эта фирма, она не разорилась одна из трех. И она дала однокомнатную квартиру из этих денег получилась. А я третьей фирмы обошел, и Бог не подсказал здесь вложить. И эту квартиру однокомнатную мне пришлось одному родственнику своему отдать. Ему нужна она была больше, я из них. Ну, так или иначе, просто я о чем вам говорю, что можно из комнатки сделать квартиру, если не паришься. Просто живешь спокойно, молишься, и все. И Бог раз-раз-раз и жилье дает свое. Это сны непостижимо происходят. Но если паришься, все произойдет наоборот. Потому что те остальные фирмы больше мне благ обещали. Но я почему-то вот эту выбрал, потому что я спокоен был. Понимаете, о чем я говорю или нет? Вы успокоились немножко, нет? Все нормально? Но я это для всех рассказываю, потому что это общая проблема. У нас же тема вот эта вот. Когда ты о чем-нибудь мирском стревожен или расстроен, то вспомни, что тебе придется оставить тело. Тогда то, что тебе раньше казалось важным, волновало тебе, станет в твоих глазах ничтожной неприятностью, которой не стоит беспокоиться. Каждый знает, это следующее высказание, длительное такое. Каждый знает, что всякая привычка от упражнений усиливается, укрепляется. Например, чтобы сделать за хорошим ходоком, надо часто и много ходить. Чтобы сделать за хорошим бегуном, надо бегать. Чтобы выучиться хорошо читать, надо читать. Наоборот, если ты перестаешь делать то, к чему привык, то сама привычка понемногу пропадает. Если ты, например, пролежишь 10 дней, не вставая, потом встанешь ходить, то увидишь, как слабы стали твои ноги. Значит, если ты хочешь привыкнуть к какому-нибудь делу, то тебе нужно часто и много делать это. Наоборот, если ты желаешь отвыкнуть от чего-нибудь, не делай этого со всеми. Вот, трав, выпивку. Некоторые думают, что никогда не отвыкнут пить. Просто начни потихонечку. Раз, сегодня не попил. Часик не попил. Все нормально. Потом полгня не попил. Еще сильнее стал. День не попил. Потом праздник наступил, и ты поскрепил зубами и не попил. То же самое бывает со способностями души. Когда ты сердишься, то знай, что ты делаешь не одно сглубо. Но вместе с этим усиливаешь себе привычку сердиться. Это как-то вкладываешь друг в огонь. Если днем поспал один раз, на следующий день в это же время хочется спать. Замечали? Погневался, опять хочется... Если жену погиб один раз, потом уже будешь драться с ней. Уже легко тебе будет. Привычка, она начинает действовать. Когда ты поддался плотскому соблазну, то не думай, что ты повиновался только в этом случае и больше никогда. Знай, что ты в это время усилил также привычку к этим развратным поступкам. Всякий разумный человек скажет тебе, что наши душевные недуги, наши злые умыслы и желания так именно и развиваются. А потому, если ты не хочешь приучить себя к гневу, то всячески сдерживай его, не давай этой привычке нарастать. Но каким путем приобретается такая сила в борьбе со своими помыслами? Вопрос. В борьбе с соблазнами и плохими мыслями бывает полезно искать общество людей более добродетельных, чем ты сам. Вот в этом заключается корень. Корень счастья любого человека. люди в основном не знают этого правила. Что энергия, знания, привычки и поступков передается от одного человека к другому через близкие доверительные отношения. Вот допустим, если девушка не может выйти замуж, с кем она должна построить доверительные отношения? с девушкой, которая хорошо вышла замуж с женщиной. И с любовью относиться к ней, заботиться о ней, дружить с ней. Что произойдет? Ее вот эта способность выйти замуж перейдет в сердце девушки, которая не вышла замуж. Но для того, чтобы дружить с такой девушкой, для этого надо победить в своем сердце зависть. Обычно девушки незамужние с кем дружат? С такими же. Да. Понимаете, для того, чтобы стать богатым человеком, для этого не надо париться и пахать, как и шаг. Для этого нужно победить в своем сердце зависть, начать служить человеку, который богат. Верно служить ему, работать для него. Если у тебя есть природа быть управляющим, допустим, то ты постепенно в его коллективе начнешь развиваться как управляющий и приобретешь много навыков. Когда ты приобретешь, у тебя будет выбор или что-то свое раскрыть или остаться у него. Это уже сам решишь. Понимаете, для того, чтобы стать богатым, не надо упахиваться, как некоторые думают. Для этого надо в своем сердце развить способность строить правильные и уважительные взаимоотношения с тем, кто уже это имеет. Если ты хочешь быть членом правительства, служи честно тому, кто уже является членом правительства, он тебя будет продвигать. Честно означает верность богу, заботой и так далее. У вас появилось сердце неприязнь к тому, что я говорю? Нет? Кого поднимилось? Поднимите руку. Кого поднимилось? Ага, сзади. Наверное, подальше от меня можно поднимать. Спасибо вам большое. Спасибо. Знаете, почему в вашем сердце появилась неприязнь? Потому что вы знаете, что служить надо кому-то постарше. Человек не должен давать свою жизнь просто богатому человеку. Нужно отдать ее Богу. Потому что то, что наполняет большой водоем, маленький водоемчик наполнить не может. Когда человек служит начальнику, который повыше, а Бог — это самый главный начальник, то тогда все водоемы его жизни, его судьбы будут наполнены. Но если вы действительно хотите быть богатым человеком, знайте, что я вам сказал, правильный рецепт. Не надо много работать. Для этого нужно отношения построить, правильные отношения с тем, кто уже богат. И эти отношения тебя легко поднимут с платформы бедности на платформу богатства. Это легкий, простой путь. Но служить надо честно. Это алгоритм. А? Это алгоритм. Алгоритм, да? Работает безукоризм всегда и везде. Если хочешь замуж, служи честно девушке, которая замужем. Если хочешь святости, служи связому человеку. Если хочешь знания, служи тому, кто знает. То есть все, что ты хочешь получить в этой жизни, приходит от кого-то всегда. Это не приходит просто из пустоты в результате твоих собственных усилий. Если хочешь знать английский язык, общайся с тем, кто знает английский язык. Ты приобретешь это знание очень быстро, быстрее всего. Понимаете, о чем я говорю или нет? Все, что человек может в своей жизни получить, он получает от одного человека к другому. Нужны близкие отношения. Если вы хотите победить свою судьбу, общайтесь с тем, кто победил свою судьбу. Допустим, Карди Кулис пробрал вот судьбы тех, кто парализован. Он сам встал с колен перед судьбой, он спину сам себе восстановил, и у него появилась сила. Проблема ведь не в том, чтобы спину восстановить, а в том, чтобы сила была ее восстанавливать. Нужна сила. Вот эта сила передается от человека к человеку. Нужна сила быть богатым, нужна сила быть замужем. И вся эта сила, любая сила передается от одного человека к другому, в результате близких отношений. В этом заключается секрет правильной и счастливой жизни любого человека. Да? А когда ты служишь богатому человеку, как не перенимать его недостатки? Как не передавать, не перенимать его недостатки, если служишь богатому человеку? Не знаю. Знаю ответы на этот вопрос. Поэтому я не служу богатому человеку. Я хочу служить святому человеку. Потому что я понимаю, что деньги это не то, для чего я должен жить. Часто люди заботятся о тех мелочах, которые бог им естественным образом дает. Если хотите знать правду, я вам ее скажу. У каждого человека есть желание успеха, денег и всего прочего. У каждого человека. В моей жизни случилось так, что в какой-то момент я, это было мне тогда было 28 лет, я отказался в силу ради того, чтобы служить людям. Ко мне присоединилось еще несколько человек. И мы тогда поехали из Самары на вазовскую одну турбазу и начали там пансионат открыли, начали всем помогать, заботиться о людях. И с этого момента, вот клянусь вам, я забыл, что такое нужда в деньгах. Не то, что у меня денег прям лопатой отгребалось каждый раз. Я не про это говорю. Я забыл, потому что мне это стало неинтересно. Мне так хотелось думать о людях, заботиться, помогать. Сему столько счастья от этого получал, что мне совсем неинтересно стало думать о том, чтобы что-то заработать. Вот пропал интерес. И Бог давал столько, сколько нужно для жизни. Понимаете, это закон, который происходит тогда, когда человек реально посвящается мочи чему-то более высокому. Когда человек более высокому в своей жизни себе посчитает, подчиняет, более низкое приходит само собой. Это естественный закон, понимаете, который человек должен понять. И чем больше человек заботится о своих нуждах, тем больше он в жизни страдает и упакивается. Чем больше он думает о нуждах других, тем меньше ему приходится заботиться о самом себе. вот сейчас зададим вопрос. Владимир Георгиевич, вы думаете о деньгах своих, если честно? Он тоже не думает, ведь вас беспокоит, сколько вы денег будете иметь. Бог дает? Владимир Георгиевич тоже говорит, все же очень просто в моей хорошей идее. Проблема ведь в чем? Жадность права разгубила, понимаете? У нас в сердце сидит вот эта жаба, ее надо тушить. Жаба, у нас есть жаба в сердце, ее надо тушить. Скользкую, вонючую надо тушить, понимаете? Тогда станете мягкими, пушистыми. Жабу надо тушить. Вот это желание жить для себя квартиру, 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 это надо тушить, понимаете? Потому что когда человек начинает беспокоиться о чем-то более высоком в своей жизни, все остальное приходит само собой, это естественный закон жизни. Проблем почему мы так учимся с этим совсем, с зарплатой, с работой? Почему так учимся? Потому что мы не имеем более высоких желаний. Эти более высокие желания приобретаются от одного человека к другому, от кого-то. Это надо переменять в своем сердце. Я вам сейчас очень сокровенные вещи сказал. Вы можете подумать, что я сочиняю. У вас может быть такое чувство в сердце. Это ваше личное чувство. Но я вам искренне и честно сказал правило жизни. Человек в результате возвышенного общения меняет интересы в жизни. И то, что наполняться должно само в жизни и само собой, оно само собой и наполняется. Вот птичка может запасти зерно или нет? Она беспокоится о запасении зерна. Где зерно увидела, там и клюнула. Так и человек, понимаете, он в жизни всегда получит то, что ему надо. Потому что Бог заботится обо всех людях, но мы этого не понимаем. Почему люди остаются голодными в холоде, в голоде иногда? Потому что они этого закона не знают. Понимаете, когда человек знает этого закона, попадет туда, куда надо в то время, когда надо. Понятна система, нет? Надо только четко знать этот закон. Если вы привязались к личной нужде, эта личная нужда поработит все ваше существо. Необраны там есть такие люди, которые целыми днями кирпичи носят на шее у себя и постоянно вот за мизер за гор скуриса они я подошел к одному человеку и спросил его послушай меня вот видишь духовная организация иди там живи просто стань монахом там будет тебе все и покушать и все то есть молодой парень неженатый иди просто молись Богу там эти индусы которые в храмах живут они часто кукленькими такими становятся из деревьей приходят просто там живут в храме заботятся о людях служат всем и у них все есть и покушать и ну все у них в жизни есть они счастливы они получают очень хорошее общение они получают очень хорошее образование и потом становятся успешными людьми в жизни 5-10 лет он живет в храме обучается лидической мудрости и потом его на работу берет какой-то серьезный человек и он серьезно ему помогает этот парень который выучился духовному знанию у него хороший характер у него идеальное поведение у него самоконтроль все что нужно человеку все человек получает просто в этом храме хотя он был далеком и жил в какой-то там глухой деревне до этого он изучает иностранный язык там и все прочее все что нужно для жизни это пример того что пожертвую вот просто пяти годами не пахивайся как пешак а просто будь рядом с возвышенными людьми и учись в них жизни и знаете что этот человек не ответил он мне сказал мои родители мои деды все таскали кирпичи и я ничего другого не знаю я неграмотный он говорит Богу молиться не нужна грамота тебя там научат всему просто иди Богу молись он не пошел так он не пошел почему потому что он в этот процесс не верит что когда человек себя Богу отдает он быстрее в тысячу раз все получает в жизни чем если бы он делал обычные дела которые все люди остальные делают этот закон не только в Индии работает везде в нашей жизни потому что есть два способа достичь результата первый способ внешний тяжелый второй способ внутренний легкий приведу пример смотрите допустим вы поругались с мужем проведите такой эксперимент первый вариант пытайтесь наладить отношения словами внешне второй вариант просто сядьте и начните молиться Богу и в сердце в своем наладьте отношения когда в сердце наладите отношения вы увидите что даже налаживать отношения внешне не надо потому что вы с ним встретитесь на кухне случайно и начнете друг друга улыбаться потому что отношения только в сердце живут они не живут снаружи все что в сердце происходит это истина а то что снаружи происходит это результат того что происходит в сердце поэтому достаточно просто в сердце наладить отношения с мужем и не надо уже с ним выяснять отношения все будет налажено внутри естественно Почему же мы в сердце не налаживаем отношения, потому что мы скупы в сердце, мы не хотим над ним работать, трудиться, мы хотим, чтобы он трудился, поэтому подходим к нему и начинаем объяснять отношения. Что означает, ты должен сделать для меня вот это. Он говорит, нет, ты должна сделать для меня, и начинает опять ругаться. В борьбе с соблазнами, с соблазнительными мыслями бывает полезно искать общество людей более добродетельных, чем ты сам. Или вспоминать и читать по учениям мудрых людей, живущих прежде тебя. Истинный борец – тот, кто борется со своими порочными помыслами. Борьба – это святая, и приближает тебя к истине и к Богу. От успешности этой борьбы зависит твоя свобода в этом мире, зависит твое спокойствие и счастье в твоей жизни. Помни всегда два времени. Одно настоящее время, в которое, уступив порочным помыслам, ты будешь наслаждаться попытью, и другое время, в которое, насытившись ею, ты будешь каяться, страдать и укорять себя. Прими также в соображение то удовольствие, которое будешь испытывать, если воздерживаешься. Помни и то, что трудно будет воздерживаться, если однажды приступил меру. Но если ты будешь уступать своим порочным помыслам и уверять себя, что ты и победишь завтра, а завтра скажешь то же самое, то ты этим доведешь себя до такой крайности и болезненности, что на будущее время перестанешь даже смотреть. А если заметишь, что у тебя всегда найдется готовое оправдание для всех твоих порочных дел. Интересно? Рассказываются два пути. Как человек всегда выбирает два пути в жизни. Или туда, или сюда. А вообще три, как в русской сказке. Есть три пути у человека в жизни. Первая дорога – себя потеряешь. Вторая – коня потеряешь. Третья дорога. Счастье найдешь, да? Но, если ты хочешь по третьей пойти, то будет труднее всего и оглядываться назад нельзя. Понятно, да? Первая дорога – себя потеряешь. Это невежество. Связался с алкогольным бизнесом, с наркотой, с продажей табака, связался с проституцией, связался с криминалом. Себя потеряешь. Тебя там же и прибьют, эти люди. И не думай, что будет как-то по-другому. Я читал статистику итальянской мафии. Из всей итальянской мафии, вот этих главговарий, мафиози, только один дожил до своей собственной смерти и умер. Остальным всех перестреляли. Ну, сами себя и перестреляли. Второй путь – коня потеряешь. То есть жену. Это путь страсти. Когда человек начинает жить для того, чтобы квартирку себе заработать на жизни, ипотеку взять, упахиваться, как и шаг, смотрите, что происходит. У человека есть много благ в жизни. Они делятся секторами по его судьбе. Допустим, столько-то положено счастья личной жизни, столько положено отдыха, столько друзей, столько денег положено, столько здоровья положено, столько положено возможности образования иметь и так далее. Есть секторы. Но когда человек выбирает зарабатывание денег, он думает, хочу больше денег. Больше означает больше, чем положено. То есть, понимаете, есть мера в сердце. Допустим, мне достаточно работать столько-то. Знаете эту меру или нет? Кто не знает? Поднимите руку. Сейчас объясню. Очень просто. Смотри где. Ты когда работаешь, и уходишь с работы, и чувствуешь, что достаточно поработал, больше не надо. Это мера. Потому что когда пашешь больше, это значит, что этого уже не нужно для твоей судьбы. Ты разрушаешь свою жизнь. Вот люди, которые хотят больше денег, они пашут больше. И что дальше происходит? Возможности вкладывать свои силы в отношения с женой тают. Возможности общаться по времени также тают. Возможности воспитывать детей тают. Здоровье уменьшается. Возможности ездить в отпуск уменьшается. Возможность общаться с друзьями уменьшается. Возможность развивать себя как личность, что является главным в жизни, что поднимает тебя даже социально на другой уровень. Когда человек развивает себя как личность, он становится на другом уровне жизни, а на другом уровне жизни меньше работать надо. Для того, чтобы достичь того же результата. Понимаете? Это зависит от качества человека. Социальный статус человека зависит от его качества характера, и больше нет чего. Я не договорился, простите. Смотрите, наступает что в жизни человека. Все спектры его счастья скуднеют или вообще отсутствуют. И он пофактически сам себя отманывает. То, ради чего он работает, чтобы это все расширить, он теряет просто в своей жизни. И наступает такой момент, когда жена уходит, дети, она остается без детей. Понимаете? Наступает такой момент, что он становится таким больным, что работать уже не может. Это результат неправильного мышления. Когда человек ради денег живет, он коня потеряет. Ну то есть потеряет квартиру, жену, все потеряет. Понимаете? То, с чем он в путь идет. Путник с конем идет, да? Муж с женой, с детьми, там и так далее. Со своим здоровьем человек идет по жизни. И что такое благостная жизнь? Когда человек развитие личности, отношения с близкими, прощение, любовь. Отношения с Богом, молитву, отношения со святостью ставит выше, чем деньги. Потому что убирать одно из двух придется. Одно из двух. Ради чего вы работаете? Вы спросили меня, я вам встречу вопрос. Ради чего вы работаете? Но из чувства долга работаете больше, чем положено. Из чувства долга перед кем? Перед кем? Перед Богом? Перед Богом из чувства долга? Нет. А перед кем? Перед дядей Василий, на котором он работает? Может быть. Это глупость. Вы отдаете ценность своей жизни. Ваша жизнь принадлежит Богу. Цель вашей жизни... Вы знаете, есть такая история. Один монах написал. Я сейчас вам ее расскажу. Ему видение было такое в жизни. Он молился, молился. И он почувствовал диалог с Богом. И с алтаря Господь начал ему говорить такие вещи. Он это все записал. Он говорит, вот ты молишься, сидишь. Мой хороший, я так тебя давно жду. Я видел, как ты в прошлых жизнях и рыбкой плавал. И тараканчиком за хлебом бегал. А теперь ты сидишь и молишься. Я так тебя жду. Я видел, как ты упахивался на заводах ради чего-то. А я тебе жизнь давал для того, чтобы ты просто шел ко мне. Потому что в этом цель человеческой жизни. Так перед долгом... Перед каким долгом вы работаете? Скажите мне. Для кого вы живете? Вы знаете об этом, нет? Не знаете? Был период, когда упахивалась. Надо разобраться. Сначала разобраться для чего. Есть чувство должное, чувство долга. Понимаете? Наш долг заключается в том, чтобы развивать себя как личность. Мы должны изучать, как правильно жить. В этом долг заключается главное. А все остальное приложится. Этот человек основной водоем наполняет. Маленькие водоемчики заполнятся сами. Если вы будете развивать себя как личность, вы будете занимать такое положение в обществе со временем, что вам и надо будет много работать. Вы будете ценны к более чем-то другим. Понимаете? Не тяжелым трудом ценны для людей, а советами, знанием своим и так далее. Почему человек выбирает мастером на заводе кого-то? Вот начальник выбирает мастером. Почему? В чем причина? Вот кого выбрали мастером на работе? Понимаете? Вот молодой человек, давайте с вами дискуссию. Почему вас выбрали? В чем причина? Хорошо к работе отношусь. Видите? Это является качеством характера. Попытайтесь понять, что это не все относятся хорошо к работе. Для этого надо развивать свое сердце. Одни люди плохо относятся к работе, другие хорошо. Почему его мастер выбрали? Потому что он лучше других относится к работе. Следующая причина. Только это? А? Как работник что? Качественный подход к работе. А? Общение с людьми, наверное, с людьми хорошо общается. Это качество характера. Я об этом сейчас говорю. Человек просто улучшает свой характер, результат, он повышается в должности. Он уже другой работой занимается совсем. Он не пашет, как и шаг. У него появляются другие возможности. И это происходит всегда в жизни. А если вы для Бога будете работать, моя хорошая, Бог вам все в жизни даст. Я вам сейчас приведу пример. Мой духовный учитель 24 года отказался от мира. Это значит, что он отказался отчинить бы от всего, что может быть у него счастливого жить. И просто посвятил себя Богу. И с этого момента печали оставили его. Все, что ему нужно было для жизни, он получал. Но сейчас интересная ситуация в его жизни складывается. Он, будучи отреченным человеком, имеет тысячи учеников по всей земле. И эти ученики из сердца просто жилая, жертвуют ему средства. И он на эти средства кормит своих нищих учеников, строит храмы. И при этом не думает так же, как и не думал о своей личной жизни. У него куча денег, куча последователей, куча возможностей в жизни. Понимаете, он общается с правительством Индии, так же, как я с вами сейчас общаюсь. Понимаете? Но он просто родился в простой деревне. И был простым неграмотным мальчиком. Попытайтесь это понять. Что человеку дает Бог? Он дает ему все, что ему нужно для того, чтобы прожить великолепную жизнь. Но из-за нашей скупости, нашего сердца, мы не способны так жить. Мы постоянно думаем только о себе. Только о себе. И все. И поэтому из-за этого постоянно страдаем. Понятно с тем? Да? Ваш вопрос? А, я не слышу, моя хорошая. Как трудиться для Бога? Хороший вопрос. Ничего не надо менять. Ничего не надо менять в своей жизни. Оставайтесь там, где работаете. Работать для Бога означает работать ровно столько, сколько нужно для вашей жизни. Ну, то есть, чтобы себя прокормить, чтобы вам комфортно было жить более-менее. Не надо стремиться к тому, чтобы расширить все это. Просто, когда у вас мнение свободное остается, вы начните заниматься внутренней жизнью. Начните молитву, прощение. Просить прощения, прощать. Ищите себе старших духовно наставников. И вы увидите, как совесть ваша возгорится, возгравливается в вашей жизни. Вы почувствуете себя счастливой, радостной. Поднимите руку. Кто это уже почувствовал сейчас? Смотрите сзади. Вот есть уже эти люди. Они просто начали слушать лекции, и их жизнь поменялась. Они радостную жизнь начали вести, счастливую. Это называется жить для Бога. Ничего не менять внешне. Просто в свободное время смотреть не мертвый, не потеет. Не сам-то передупать по кабельному телевидению. А молиться. Понимаете, да? Мне кажется, что вы понимаете. Потому что ваш взгляд наполнен силой. Спасибо вам за ваше понимание. Можно вопрос? Да. А вот в принципе мужчине не так уж и много по жизни. Мужчине не так много по жизни нужно, правильно? Кроме одного. Он, ему нужна одна маленькая гитарька в жизни, которая и все ему создает все трудности. Ему вообще ничего не надо в жизни мужчине. Ему вообще ничего не надо, кроме жены. Майка так хитро в жизни устроена, что мужчине самому по себе ничего не надо в жизни. Но ему нужна только телка. Или там жена, или красавица, как он к ней относится, в зависимости от уровня развития личности. Ему ничего не надо в жизни. Ему только нужна любовь в жизни. А вот и женщина и все не истекает. Она такая, такая, она такая хрупенькая, красивенькая такая, маленькая, но она размножается. И она была одна, потом бац, вышла из нее и кричит. И надо за ним потом заботиться. И он себе столько внимания привлекает, что даже на секунду ему нельзя отвлечься. Сразу вопли идут. Потом даже еще из нее вышел один. Потом появляются внуки, понимаете? Я только одну женщину взял замуж. Потом целый коллектив приходится воспитывать. Да? Вопрос в том, что вы говорите, что не нужно ничего расширять. Так. Но как бы для себя ты их не расширяешь, а все равно, но сейчас ты не все время расширяешь для близкого человека. Ну, это означает для себя. Как это в балансе лежать? В балансе никакого нет. Поймите такую вещь, что у человека есть два проявления эгоизма. Первое проявление эгоизма – я, второе – мое. Мое – это тоже для себя. Если женщина думает, я для детей живу, не для себя стараюсь, это означает для себя тоже. Разницы нет никакой. Это называется расширенный эгоизм уже. Я и мое – это одно и то же. Потому что и человек может счастье получать через себя или через своих близких. Допустим, мужчина радуется, когда он мороженку не сам съел, а дал своей жене. Он получает гораздо больше счастья, чем если бы сам съел. Он же не отдает, она ест. Он такой – ааа, классно. Но если есть ребенок маленький, то он же не отдает мороженку, а она отдает маленькому ребенку. И когда он ест, оба такие – м-м-м, классно. Понимаете, это называется расширенный эгоизм. Ну вот дать мороженку не ребенку, не жене, а Богу, просто денежку пожарить, вот это уже называется не эгоизм. Просто отдать и пойти своей дорогой. Ничего не попросить. Это называется бескорыстное, честное служение Богу. Вот это вот дает другой вид радости в сердце. Когда ты это сделал, Бог тебя немножко поиспытывает. Ты пройдешь пять метров и подумаешь, блин, зря дал столько денег. Надо побороться, побороться еще в своем сердце. Нет, не зря, молчи. И как бы так. И потом, когда он вас поиспытывает, поиспытывает, потом дальше он даст вам свою награду. Если вы для Бога капельку сделаете, он для вас сделает тонну. Потому что он не дешевый, понимаете? Он очень близкий и родной и ждет нас давно. Но это особая тема, потому что все, кто родились в этом мире, они ничего слышать о Боге не хотят. Это особая и опасная тема, потому что это запретная тема беседовать о Боге. Почему? Потому что сердце бунтует немедленно. Оно не хочет об этом знать. Мы родились в этом мире для того, чтобы его забыть. А как, извините, надо помочь чертям? Человеку? Какому человеку? Такому симпатичному, в черной, как бы, такой этой одежде, красивой. Как помочь? Как человеку? К этому человеку можно помочь, только с помощью своих людей. И помощь очень простая. Если ты хоть хочешь, помогая этому человеку, которому надо помочь сейчас, если ты хочешь кому-то помочь в своей жизни, сам делай то, что надо. Сам делай то, что надо. И ты поможешь всем вокруг сразу. Вот если я должен вам помочь, я должен сам делать то, что мне надо в своей жизни. И вы тогда получите помощь. Я сегодня молился с утра. И в какой-то момент я включился в молитву и начал думать о своем наставнике. И потом, когда я еще больше включился, я начал думать о сегодняшней лекции. Я начал думать о том, что я должен сейчас помочь, до лекции. Я должен до лекции победить судьбу. Иначе я не смогу во время лекции ничего сделать. Я в этой молитве молился, молился и почувствовал облегчение. Понимаете, действие наступает раньше. Потом только уже человек, уже концерт происходит до самого спектакля. Понимаете? Раньше происходит концерт. Должен раньше происходить. Так человек должен жить. Если в своем сердце победите судьбу, вы тогда поможете своим мужем. Победите. Че? Нет мужа такая красивая нет мужа. Кого нет жены? Вон, смотри, такая девушка сидит. На лекции ходит. Знакомьтесь быстрее. Люди золотые собрались. Друг другу адреса записывайте, собирайтесь меньше вместе, обсуждайте. Вы же цвет этого города на самом деле. Вы об этом не знаете. Потому что едва лишь один благополучитель соиздаю с одним человеком из сотен стремится к совершенству в этом мире. Вы же уже почти три часа сколько времени прошло? Уже больше. Че, мы уже просрочили, что ли? Уже три часа уже слушайте меня и не в одном классу. Вам надо после лекции знакомиться друг с другом, записывать адреса, общаться, потом обмениваться. Это очень важно. Я уже извиняюсь, у меня нет. Так, смотрите, какая девушка. Так, в кого нет жены, в кого нет жены, посмотрите. Дев, руку поднимайте. Вот смотрите, ведь девушка такая. Вот знакомьтесь после этого. Как вас зовут? Ангелина. Представляете? И на лекции, она на лекции ходит. Представляете, девушка такая, извинять не будет. Все, понял, заканчиваю. Ангелина, скоро уже замуж. Думаю, я вам точно говорю, я вижу, что Бог заметил вас, потому что это смелый поступок, где женщины не встать и сказать. Я уже видел, он оценил вас, реально. Может быть, и вы, если будете достойны, то... на благость, клуб благость не хватает жеников. Сколько незамужних девушек? Очень много. А? 30 человек, незамужних девушек, приходите на клуб благость. Самые лучшие девушки в сезоне будут вашими все. А? Мужчины, то девушек не надо. Все, пора лекцию заканчивать. Поступила уже здесь. как бы... Завтра у меня же будет хуже лекция, потому что Владимир Георгиевич уезжает завтра, и счастья у меня уже будет меньше, поэтому вот я растягиваю сегодня чуть-чуть побольше решу. А можно спеть песню? Спеть песню? Нет, сейчас желать счастья всем будет. Но завтра, наверное, можно будет. Давтра давайте, уже поздно. Давайте завтра. Сели прямо. Давтра в конце споем. Просто я уже опоздал, уже поздно. Люди многие уходят уже, стоят. Давайте будем желать всем счастья. Надеюсь, что вы не зря потратили время здесь. вспоминайте. Вспоминаем про возвышенную личность какую-то, священное писание. Вспоминаем. Думаем о чистоте. О божественном, о человеческой чистоте думаем. «Я хочу тебе служить. Я хочу быть таким же, как ты. Я желаю всем счастья». Чтобы счастье почувствовать, нужно забыть про свое счастье. Нужно думать о возвышенных людях и желать служить их с их помощью другим. В этом смысле слова «Я желаю всем счастья». что «Я не от своего имени это делаю, а от имени святыни, святости, которой я хочу служить. я желаю всем счастья». Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я живой всем в честь. 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 Я живой всем в честь.